Добрый день! В данном видео я бы хотела рассказать о ней очень приятной ситуации, которая произошла над брачным агентством, я бы сказала, даже форс-машор, которое произошло у нас в агентстве. Ситуация получилась такая. Кавалер с дамой договорились, кавалер из Испании, 57 лет, моложавый, спортивный, симпатичный, и кавалер пригласил даму на первую встречу к себе в Испанию. Она поехала, они в тот же самый день поехали, кофе попили, и пошли на пляж. Сидят они на пляже, и тут кавалер собрался купаться. Дама ему говорит, ну куда же ты пойдешь купаться? Поехали месяц. А кавалер сказал, не, ну, чего, тепло же. Поехал, пошел, полез в воду. Вот дама сидит, книжку читает, вдруг смотрит, народ по пляжу побегал, побегал. Кавалер утонул. Такая история за все годы нашего агентства случилась в первый раз. Я очень надеюсь, что это в последний раз такая ситуация произошла. Вот, когда дама приехала к кавалеру, кавалер в первый же день их общения погиб. Но данная ситуация позволяет мне опять вернуться к нашей общей рекомендации о том, что если вы собираетесь ехать к кавалеру, то вы должны предусмотреть все варианты. Для нашей дамы, для нашей героини ситуация усугубилась тем, что у нее на кармане было 30 евро денег. То есть, приехав к кавалеру на две недели, к незнакомому кавалеру, я прошу еще раз обратить на это внимание, дама взяла с собой 30 евро. Когда это случилось, она прислала к нам смс, какое-то было воскресенье, конечно, мы ничего не могли сделать. В понедельник мы связались с нашим партнером в Испании, начали искать какие-то варианты. К счастью, вмешалась бывшая жена этого кавалера и организовала для дамы проживание. В худшем случае наш партнер из Испании готов был даму к себе взять, хотя вы же понимаете, для семьи содержать, кормить, поить и развлекать постороннего человека, это тоже не самая приятная обязанность, которая может случиться. И в обязанности брачного агентства это не входит. Ну а тем не менее ситуация развалилась, но мы все равно хотели бы обратить внимание на то, что когда граждане Российской Федерации въезжают в Европу, у них должно быть не менее чем 50 евро на день проживания. Дама, которая поехала с 50 еврами, она уже однозначно нарушила правила, и по идее, если бы на границе ее провели, ее могли бы вообще не пускать в Испании. Во-вторых, дама не подосмотрела вот этот вариант того, что с кавалером даже не то, что может что-то случиться. Кавалером ей мог настолько интенсивно не понравиться, что она не захотела бы оставаться с ним под одной крышей. Поэтому ехать введение в чужую страну языком, которой ты не владеешь, это огромная безответственность, это огромная опасность. Дорогие дамы, если вы собираетесь поехать к кавалеру на первую встречу в его страну, у вас должно быть денег, как минимум, на то, чтобы вы могли провести в отеле все дни. Опять же, вдруг мужчина вам не понравится, вам не захочется у него жить, то есть у вас должны быть денежки для того, чтобы вы могли прожить в отеле, для того, чтобы вы могли покушать, для того, чтобы вы могли добраться до аэропорта. Это минимальная сумма, которую вы должны взять с собой. Вы можете эти деньги не потратить, если у вас вдруг с кавалером все получится хорошо, но это ваш запас, ваш золотой фонд, который вы должны использовать в случае, если кавалер сломает ногу, попадет в аварию, у него случится инфаркт, он поругается с вами, он вам не понравится, вам не понравятся условия его проживания, вам что-то может не понравиться, чтобы вы могли уйти и до вашего отлета провести военно самостоятельно и за свой счет. Я очень надеюсь, что вы вспомните это видео, когда соберетесь ехать к мужчине в гости и обязательно возьмете с собой достаточно денег, чтобы провести время, а не ночевать под мостом. Спасибо большое.